Девушки отдыхают Я взрослый мальчик, со своими делами разбираюсь сам А ты разобрался уже! Или ты меня совсем разорить хочешь? Ну подожди еще немного, я с делами разберусь Мам, ну пошли домой, так холодно же Настя, ты когда с папой гуляешь, тебя домой не загонишь А здесь тебе на месте не сидится Иди катайся, и пока я не скажу, мы никуда не пойдем Ты меня понял? От меня больше ни копейки не получишь Мы и так живем на те деньги, которые бывший муж на ребенка дает Рим, да перестань А я не перестану Перестань, я тебе говорю, как меня достали эти твои упреки Все, с меня хватит Докатись, бизнесмен Настя! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Извини Больная вам там нужна третья лишняя, да и дома дел полно Привет, Полиночка, здравствуйте Здравствуйте, дядя Паш, как выше рука? Да ничего, потихоньку Ну смотрите, сегодня на перевязку не забудьте Да ну куда же я без тебя, Полечка До свидания Ой, Полин, как тебя в нашей станице-то все уважают А то Только о личной жизни подругой нельзя забывать Ой, ладно, Тань Ну как ладно, всех же женихов разберут Останется вон один уголовник С чего ты взяла, что он уголовник? Мало ли, что в станице болтают Да мне Боря сказал Он за убийство сидел А Боря все знает Он же у меня участковый Ну ладно Пошла я, он рыбу привез И я пойду тогда Я вообще-то уже 15 минут жду Подумаешь, немножко задержалась Заносите свою рыбу уже Наталья, ты куда без очереди-то, а? А мы тут сидим, ждем Вот сидите и ждите, вам спешить некуда А у меня шеи мимо проходят До свидания А ты что это такое-то? Слушай, вот надо же, а Вот это да Давление в норме Ты измерять-то умеешь нормально? Чего у меня круги перед глазами? И скачет все постоянно Так это не только давление бывает Да? А ты много в этом понимаешь, да? Чего это бывает? Ты кто вообще, медсестра? Водоневякой Медсестра Вообще-то она права Замуж тебе надо, Наталья Да знаю, что надо Только не из кого Он, разве что этот сосед Да и то, говорят, уголовник Ладно Выпишу я тебе одно лекарство Но за ним в город надо ехать Да, я собиралась ехать в город Ну, как раз эту Крестницу свою проведу И она там медучилище заканчивает Приедет в родную станицу, а Работы-то нету Ну, что поделать Нам по штату одна медсестра полагается А чем моя крестница хуже этой? Держи Три раза в день Во время еды Теть Зоя Ну, можно чужие Ну, подумайте Ну, не могу я Полину уволить Просто так, без причины Работает хорошо Люди ее любят Все, выздоравливай Оля, зови, кто там следующий у нас Да, сейчас Следующий Вы в город? Да, в город, садитесь Спасибо Повезло мне А то стой, жди этот автобус Заодно и познакомимся А то по соседству живем И все как-то не получалось Меня Наташа зовут Михаил Очень приятно А вырубу на продажу везете Сами ловите и сами продаете Выгодно, наверное Ну, на жизнь хватает Хорошо, когда мужчина при деле Зарабатывает Только какой-то вы Некоммуникабельный А обратно вы когда поедете Пока не знаю Ну, а то бы вместе вернулись Я бы вас чаем угостила По-соседски Я чай не люблю Ну, что покрепче За знакомство Ой, думаю, не получится Ну, ладно, в следующий раз Я же напротив живу Вы заходите ко мне Не стесняйтесь Ну, вдруг что по хозяйству понадобится Вы же мужчина одинокий Да и я одна Петрович! Это сегодня привезли? Петрович! Петрович, проблемы у нас Что еще? У нас две коровы не едят Вялые уже третий день Как третий день? А что ж ты молчала-то? А ну, давай, показывай Да мы их туда вон в соседей Стойло перевели А чего ты сплошился? Ну, что сплошился? Сама не знаешь Эпидея име в области Коровы дохнут Хорошо, что мы прививки сделали Петрович Ты когда-то про прививки-то говорил Наш ветеринар-то того Запой он был Не сделали Нюра, ты что, издеваешься, что ли? Это что, шутки? Быстро, руки в ноги, звони ему Да я звонила уже Он на свадьбе в соседнем районе У дочери гуляет Он через три дня будет Мы с ума сошли Понимаешь? Если хоть одна корова сдохнет Я же... Быстро показывай Ага 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 Ну что, выбрала? Ну как? Да ну, серое какое-то А это? Клевое И тебе идет Правда? Да Класс Жаль, денег сейчас нету Может быть потом? Когда деньги появятся? Ой, да потом ты будешь старой бабкой На тебя никто не посмотрит Потом Барбариски есть? Чего? Барбариски конфеты такие есть? Ну есть Полкило И вот эти конфеты Слева В пакете Вот эти, да Ленинки свежие? Свежие Давайте И вон те шоколадные печенья тоже Ага И две шоколадки Еще что-нибудь И пакет Красивое платье Ага Двести восемьдесят Спасибо Надо же, ты слышала? Полки и лобра борисок Ну тоже мне душу губит сладкоежка Фу, мне прям не по себе Здравствуйте, Аршат Гургенович Здравствуйте Привет, Таня Как у нас дела, идут? Хорошо На Возьми, повесь, поставь И хватит болтать Работать надо А не болтать Ага Тоже мне Коммерсант Ладно, пойду Давай Здрасте У вас тушенка есть? Есть За пятьдесят и за сорок Как уберете? За сорок А я знаю Я знаю, кто ее украл Папочка ее Любимый Муженек твой бывший Да хорошо А что хорошего? Ты с ума сошел? Нет, ну я в смысле того Что если это он Значит быстро и найдут Ты же в полицию заявила Да в том-то и дело Что не найдут Я понятия не имею Где он живет С тех пор, как из тюрьмы вышел Да найдут Куда денутся? До свидания, дядь Вить До завтра Пока, Полинка Что вам надо? У моей подруги Муженек участковый Ясно? Если со мной что-нибудь случится Слушайте, не бойтесь Сядьте, пожалуйста, в машину Мне очень нужна ваша помощь Как врача Я не врач, я медсестра Ну, этого вполне достаточно Прошу вас, сядьте в машину Ну, что вы стоите? Проходите Ну, учтите, если со мной что-нибудь случится Да я помню У вашей подруги Жених участковый Тут ребенок больной Проходите Какой ребенок? Мой Настя, дочка Папа, ты где так долго был? Дочка, я за врачом ездил Проходите Подними головку Все понятно Ну, отдыхай У тебя игрушки твои Ну, что? Вы что? Вы все сладости, которые купили Сразу видали, да? Ну, хотел побаловать Соображать же надо Подождите, ну, я Я еще кашу сварю, вот Это не каша, а ужас какой-то Вы на чем ее варили? На чем, на чем? На молоке, а на чем надо? Когда аллергия Кашу лучше на воде варить Я напишу вам лекарство Купите в аптеке Но главное, чтобы девочка хорошо питалась Я все понимаю, но пока не получается Но у нее же есть мама Пусть она вас научит Да это понятно Просто тут такое дело Я ее украл у мамы Но я просто не хочу Общаться больше с этой женщиной Мне кажется, мама Лучше бы присмотрела за ребенком Я не хочу к маме Я ей не нужна Папа, не отдавай меня маме Доченька Солнышко мое Я тебе никому не отдам Никому никогда не отдам Я тебя очень сильно люблю Слышишь? Папочка, и я тебя очень люблю Ладно Ладно Это дело не мое Вот лекарства завтра купите в аптеке Где у вас кухня? Там? Да? А что? Я хотя бы суп девочке приготовлю Ну что, вкусно? Да Ну я пошла А вы еще к нам придете? Завтра приду Извините Подождите Спасибо за помощь Да вы что, не надо Ну как? Ой Да, пап Поленька, ты где? Да я тут задержалась по делам Где задержалась? Ну, по делам, пап Так, быстро давай домой Я уезжаю на работу Куда? Ночь на дворе Что делать? Ветеринара нашли Срочно будем делать прививки В соседней станице Падешь скота Добралась-таки до нас эпидемия Да ты что Вот так Ну ничего Нам бы такой день простоять До ночи продержаться В общем, дома буду Не раньше завтрашнего вечера Пап, береги себя Пока Пока Ну все, выздоравливай До завтра Пока До свидания До свидания Нет, вот тебе надо Помогать уголовнику Да я не ему Я же его дочке Говорю же тебе У девочки Аллергический дерматит Или по-твоему Пускай ребенок страдает Ну нет, конечно Но ведь он украл ребенка у матери Да я сама об этом думаю Но мне кажется, что девочка Очень рада, что с ним оказалась Они так любят друг друга Слушай, а давай заявим на него Боре скажем Он как-никак участковый Так, даже не вздумай Ну почему? Миша, он же страшный человек Убийца Да какой он убийца Ты бы видела, как он с дочкой общается Папаш, каких поискать еще надо Полин А ты, кстати, для него теперь Нежелательный свидетель Вот он тебя встретит где-нибудь В темном переулке И тюкнет топориком по голове Не говори глупостей Ага Эй, закрытый еще Доброе утро, девочки Привет, Борь Здравствуйте Что обсуждаете? Это мы так О своем, о женском Ну, мне пора Я пойду Давай Это мне? Спасибо Здорово, братан Как поживаешь? Да не жалуюсь Привет тебе От Витки Косова Спасибо Вот ты тут пока у него Дома живешь А он на зоне чалится Надо бы за хату платить Он попросил просто за домом присмотреть Времена меняются Надо, надо платить Ладно Сколько? Да ты не кипи Нам бабки не нужны Работа есть Водитель с машинами нужен Привезти, отвезти кое-чего Ну, работенку сделаем И за хату рассчитаешься И на прянике останется Нет Я лучше деньгами Странно Косой говорил вроде, что ты нормальный мужик Я есть нормальный Поэтому говорю Я лучше деньгами Значит так Передумаешь Найдешь нас в кафе На причале Понял? Пойдем, сизый Слышь, пошли Иду, иду А это кто? Да не важно Не обращай внимания Ладно, пойдем в дом Настя заждалась уже А я ромашку принесла Сейчас заварим И зуд как рукой снимет Вот Вот хорошо Ну как, меньше чешется? Да, и пахнет вкусно Как летом Пойду открою Добрый день Здравствуйте Вот решила Заглянуть по-соседски Так сказать Проведать Извините, мне сейчас некогда Я ненадолго Знаете, я тут решила Полочку повесить Дайте мне Молоток Вон там, сарая Пойдемте А может быть Вы мне Сами полочку Прибьете Извините, мне правда Да сейчас некогда Я очень занят Это вы меня извините Что я отвлекаю От дел Ну вы идете? Настя А ты по маме не скучаешь? Я ей не нужна Она меня не любит А вот папа У меня добрый Он меня любит Ну, как вы тут? Хорошо Может чайку? Нет, спасибо Я же на самом деле Тороплюсь Отец сейчас вернется С работы уставший А мне еще ему готовить Понятно Давайте я провожу вас Иди ко мне Опа Ты давай посиди Погрейся А я тетю Полину провожу Хорошо? Угу Давай сиди Грейся Вы только, Настя, после купания Не застудите Закутайте ее получше Ну, хорошо Спасибо за помощь А вы почему Не к врачу Обратились и ко мне? Ну, как почему? Вопрос деликатный А ваш врач, говорят Слишком болтливая Понятно Ну что? Я не такой страшный И ужасный? Не знаю Отец говорит Я плохо разбираюсь в людях Зато я хорошо Ладно, Полина До завтра До завтра И помните Кашу варите только на воде Сладости больше не давайте А то я скажу Тане Чтобы она вам сладкое Вообще больше не подавала Я понял Эй, алло А я смотрю, ты молодая да ранняя Оставь его в покое, поняла? Вы все не так поняли Да ну Шатаешься к одинокому мужику Вов что, что-то непонятное вот, а? Да все не так А как? Ты зачем к нему приходила? Молчишь Значит так, красная девица Михаил мой А ты мне дорожку не переходи А то пожалеешь Здорово, бабоньки Здорово, здорово Дай вот это Крепи лучше А то будет, как в прошлый раз Нюра Корма привезут Проконтролируй Да, да, Петрович, не переживай Петрович Ну, устал ты сильно Петрович, на второй день не спамшую Может, Гришу отправим молоко отвезти, а? Ничего Довезу, потом домой И там Отосплюсь Ну, смотри Давай Давай Субтитры сделал DimaTorzok Вот черт Петрович Петрович Алло Пам, привет Доченька Привет Я вот витаминки принесла Ага Спасибо Спасибо Да ты как, живой? Ну, видишь, нормально все Хотя, конечно, лучше помер Ну, что ты такое говоришь? А что говорить? Видишь, каких делов набратил Как теперь молоко у вас здесь? А? Как кредит отдавать? Машину ремонтировать? Похоже, они страховку не заплатят Пап, я тут в коридоре сейчас инспектора встретила Да, он заходил Он почему-то говорит, что ты в аварии виноват Дочка Ты не верь Ты не верь Это он виноват Он прям на встречную выскочил Прям в армию мне засветил Что я мог сделать? Куда мне было деваться? Это ты про Михаила? Про него Про уголовника Он теперь Всех этих полицейских подмазал Они все делают, чтоб меня виноватым сделать Откуда только берутся такие Какая видимость была на дороге? Да нормально Дорога была ровная Без кочка ям Полина Мне очень жаль, что так получилось с вашим отцом Вам очень жаль, правда? Да вы его чуть не убили Подождите, подождите Я не виноват Вот инспектор подтвердит Ну я же сказал Экспертиза показала Что ваш отец сам выехал на встречную полосу На ферме мне рассказали Что он не спал целую ночь Вот, видимо, и уснул за рулем Думаете, я вам поверю? Я от вас не ожидала Похоже, отец был прав Я действительно плохо разбираюсь в людях Полина, подождите Ну, услыши, я не виноват Сколько вы им заплатили? В каком смысле? Пятьдесят Спасибо Пожалуйста Держи Вот сволочь Ну что с него взять? Одним словом, уголовник Так отца жалко Не знаю, что делать Танюш, привет Привет, Борь Здравствуйте Поль, чё грустная такая? Борь, а может ты нам поможешь? Ой, и правда Вы же, наверное, всех знаете в ГИБДД в этом Ну, а в чём дело? Отца её несправедливо в аварии обвиняют Замолви словечка Да я бы рад помочь, но Как бы сказать-то Не в моей компетенции Не имею в ГИБДД никакого отношения Нет, ну должна же быть Управа на уголовника этого Мало того, что аварию устроил Ещё и дочку украл Что за дочка? Он жены дочку похитил Девочка теперь с ним живёт Поль, скажи уже Да Так вот это уже интересно Чего вы раньше молчали? Давайте, рассказывайте всё Я не хочу к тебе, не хочу, не хочу Так быстро, в машину не капризничай Вообще-то я её отец А я не нужен, отец уголовник Да что ты говоришь А ты случаем не забыла, как я попал за решётку? Тише, тише, успокойтесь Да я на тебя в суд подам Ты у меня ещё тканёшь в тюрьме Садись давай Ива, пройдёмте, пожалуйста, в машину Чё это, арестовываете меня, что ли? Задерживаем До выяснения обстоятельства Пап, ой, я пришла Это что-то новенькое Поленька Прости меня, доченька За что? Ну, не вышла из твоего папки фермера Нет у нас больше ничего Пап, ты что, а как же ферма корова? А нет уже никаких коров Как это? Да вот так Дохнут одна за другой Опоздали мы с прививками Чёрт бы подрался за эпидемию Но можно же что-нибудь придумать Мы найдём выход Вот Что это? Из банка Если консументце кредит не отдадим Они нас Так Подожди Надо подумать У меня есть работа Коровник можно продать Как-нибудь наскребём нужную сумму Поленька Ну, кто же его купит-то? Ну, а если и купит, то что за него дадут? Слёзы Пап Мы справимся А это Прекращай Ты знаешь, что это не выход Привет Привет, тётя Зоя Здравствуй, Наталья Полина нет? Нет А я из города только что Вот Крестница просила передать Ну, зачем? Ну, что ж такое Мы же не чужие люди Чайку попьёте Ну, спасибо Как она хочет тут работать Вы бы знали Да я и рада бы её взять Но не могу я Полю уволить без причины Она ответственная И руки у неё золотые Ответственная? А вы знаете, что она с уголовником связалась? Дома постоянно у него торчит Понятно, чем они там занимаются, да? Вся станица про это говорит И про вас, между прочим, тоже Потому что все же знают, что она тут работает у вас Да что вы такое говорите? Что видела, то и говорю Тебя не спрашивает никто Ну, ладно Пойду я, пожалуй Вы подумайте По поводу Крестницы Мне, конечно, Полина Нет никакого дела до этой твоей личной жизни Но я от тебя такого не ожидала Зая Васильевна, да вы что? Я же просто дочку от дерматита вылечила Я прихожу, она лежит Я ей Маську выписала, таблеточки Поля, а то у нас кто? Врач? Нет, медсестра А занимаешься частной практикой Ты знаешь, что за это полагается? В общем, так Я шум поднимать не буду Но заявление пиши Как? По собственному Кто-то пришел Настя, я сама открою Привет! Папа, где ты был? Я так соскучилась Привет, солнышко Я тоже соскучился Девочка моя Настя, иди одевайся Вы сейчас с папой пойдете гулять Ура! С папой пойдет гулять? Слушай, как интересно Меня тут из полиции выпустили Ты мне разрешаешь с ребенком погулять Что случилось? А ничего не случилось Я просто подумала И решила забрать свое заявление из полиции Ах, вон оно что Ну, конечно Если я снова сядую С кого же ты деньги тянуть будешь? А я не для себя Я для дочери Алиментов твоих Даже на самые элементарные не хватает Ага Знаешь что? Если бы ты своего любовника не содержала Денег хватало бы Настя! А папа передумал с тобой гулять Подожди Сколько надо? Теть Галь, может еще чаю? Нет, спасибо, Поленька Не хочу больше Я как чувствовала, что у вас что-то неладно Думаю, дай в гости заеду, проведаю Чего уж там Говори прямо Я во всем виноват Чего уж там Вышла твоя сестра замуж за неудачника Ой, перестань, перестань Сестры уже давно в живых нет Да и любила на тебя дурака такого А пить прекращай Правда, пап Найдем работу Как-нибудь выкрутимся Ну, где ты ее найдешь Это я могу устроиться Шофером, сторожем Нету на станице работы, Галь Нету Я отца здесь одного не оставлю Дочка Я брошу пить Я завяжу Поленька, собирайся Пожалуйста, обещайте к нам еще, у вас рады видеть Ну вот, тут я и работаю Ну, как тебе? Симпатичная гостиница Это наш директор Владимир Николаевич, можно вас на минутку? Доброе утро Здрасте Я вам рассказывала, это Полина, моя племянница Будет работать у нас в горничной Ну, хорошо Важный какой А ты как думала? Ну, пойдем, я тебе все покажу Наверху у нас номер люкс Внизу ресторан для посетителей А здесь служебное помещение, хранится инвентарь Здесь одноместные номера Идем дальше Владильная Ну, а здесь двухместные номера Оленька, подожди Познакомься Вот это Полина, новая горничная Подождите Будет с тобой жить Ну и покажи ей все и введи в курс дела Хорошо? Хорошо Есть, и что я на ресепшене Угу Пойдем Проходи Проходи Вот тут будешь жить Это твоя кровать Это моя Здорово Так 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 Размерчик, кажется, твой На, переодевайся А потом Я научу тебя убираться в номерах И все тому подобное Ну как? Сантиметров десять надо отрезать Оп Вот Вот так Зачем? Ты что, всю жизнь собираешься тут прозябать? Что-то я не вижу связи Сюда знаешь, какие мужики приезжают? Из Москвы или из Питера? Пошли С деньгами И иногда не очень старые И что? А то, что этим мужчинам нравятся девушки И что, ты прям за любого готова замуж выйти? Ну, еще надо, чтоб позвали замуж Но умотать отсюда я давно мечтаю А мне здесь нравится Море, горы А воздух здесь какой? Море, горы Пойдем, научу тебя унитазы драить Крутяк! Красота! А то! Здрасте, мы приехали к вам отдыхать. Ой, кто приехал? Вадик! Радость-то какая! Здравствуй, теть Галь. Здравствуй. Вот, знакомьтесь, мой друг Олег. Здрасте. Здрасте. А вы прямо из Москвы приехали отдохнуть. Молодцы. Ой, я сейчас сообщу Владимиру Николаевичу. Не надо, сюрприз будет. Ну, хорошо. Олеж, подожди меня здесь. Ага. На тебе чемоданчики, сумочку. Давай. Теть Галь, а с кем вы только что разговаривали? Кто это? А это из Москвы с другом приехал Вадик, сын хозяина. Ага. Видал какой? Понятно. Ну, я пойду. Давай. Алло. Слышь, москвич, у тебя что память отшибла? Чего ты хочешь? Должок, когда отдашь? Я ничего никому не должен. Да ладно. Это наша поляна, и мы ее топчем. А хочешь бабло на ней стричь, плати. Или кантуй в свою Москву, понял? Я никому платить не буду. Сюрприз. Ты что здесь делаешь? Так, счастливая встреча отца и сына не случилась. Давай сделаем так, я сейчас выйду, потом зайду, ну а ты обрадуешься. Да не паясничай ты. По-твоему, я должен быть рад, что ты устроил себе каникулы посреди семестра. Да ладно. Подумаешь, устроил небольшой выходной. Институт никуда не денется. Ты что, сердце опять? Да есть тут одна история. И вообще, мне было бы спокойней, если бы ты оставался в Москве. Я понял. Но у меня есть один вопрос. А? Где мой мотоцикл? Олег! А? Поехали, я тебе окрестности покажу. Можно подумать, здесь есть на что смотреть. О! Девушка, у вас есть на что посмотреть в окрестностях? Да, конечно. Вы знаете, я готов это продегустировать. Кстати, Олег. Оля! Ты едешь, нет? Момент. Значит, встречаемся вечером в номере «Люкс», с меня шампанское и шоколад. И не забудьте вашу подругу. Держись. Ну что, пойдем? Какой классный парень. Идем! Поль, вообще-то нас обеих приглашали. Может, ты пойдешь? Нет, не пойду. Ну, как хочешь. А я пошла. Бай-бай! А ты чего одна? Где та твоя подруга? Спать пошла. Так, может, мы ее разбудим, а? Бесполезно. Она не пойдет. Она у нас, видите ли, правильная. Правильная. Да ладно. Вадик, у Оленьки есть замечательная подруга. Она сейчас спит в номере. Может, мы ее разбудим, чтобы она составила нам компанию, а? Слушай, если человек не хочет еще приставать. Ладно. Старичок, ты сделал свой выбор. А нам с Оленькой пора пойти прогуляться. Сейчас. Что? 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 Да. Вы вообще-то так неплохо оттянулись, надо себе только что-нибудь новенькое придумать. Может, в клуб? А? Эй, 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 алло, ты меня слушаешь вообще, нет? Я там закончила, можно я здесь уберу? Да-да, конечно. Я вас раньше тут не видел. Я тут недавно работаю. Ну, и как зовут прекрасное создание? Полина. Полина? Вы знаете, вам однозначно не подходит это имя, мы будем называть вас Полли. Все, Олег, замолчи, дай человеку убраться. А что я так он сказал? Че понравилось, да? Да отстань ты. Не, ну ничего такая свеженькая. Давай-давай, дерзай. Слушай, заткнись, а? Дай водички. Ладно, братан, я понял. Сегодня будет твой день, и я ушел. Привет. Привет. Привет, мои ночные феи. Привет, жеребец. Слушай, а может сегодня устроим после обеда пикничок, шашлычки, туда-сюда? Хорошо, только я три этажа уберу и буду готова. Класс. А в Атос хочет, чтобы была твоя подруга, Полли. Кто? Ну, это Полина. А, Полина. Она не пойдет. Доквый номер. Ну, ты попробуй. Пап. О, Полина. Здравствуйте. Какая встреча? А мужчина делает это форма. Спасибо. Зря вы на меня сердитесь. Я же не держу зла за то, что вы рассказали полиции про мою дочку. Это не я. Понимаете, так получилось? До свидания. Я подружке проболталась, и она рассказала жениху, участковому. Ясно. А я не давал взятку гаишникам. Честное слово. Мне очень жаль, что так получилось с вашим отцом. Кстати, как он? Ему уже лучше. Ну что, мир? Мир. Ой, а вы когда в следующий раз приедете? На днях, а что? Я собиралась отца проведать. Может, вы меня подвезете до станицы? Да, конечно, с удовольствием. Договорились. Договорились. О, спасибо. Ребята, двадцать минут, и мы будем есть вторую порцию шашлычков. Ю-ху! Щас, бабка! Тихо-тихо-тихо-тихо! Наглый какой! Мадам, я на секунду. Ватос, все-таки, спасибо тебе огромное, что ты вот меня выпащил сюда. Красота-то какая! Эх! А ты что, так и будешь сидеть грустить? Давай тебе тоже какую-нибудь найдем. Они, они же тут сами на шею вешаются. А мне не надо тех, которые сами вешаются. Вадос, а ты что думаешь, твоя Полли, она какая-то другая, особенная? А? Она только строит из себя девочку-мимозу, а сама… Прекрати. Еще раз услышу, твой отдых здесь закончится. Я тебя понял. Я могила. Ну? Как у нас идут дела? Все хорошо. Оу! Римочка, мне надо с тобой поговорить. Поговори. Тут такое дело, знаешь, у моего друга есть бизнес, он меня в долю зовет. Валер, сиди уже, а. Бизнес — это не твое. Почему это? Ну, потому что один ты уже развалил, который мне от мужа достался, помнишь? Ну, это потому, что ты лезла со своими советами. А там я сам буду хозяин. А от меня-то ты что хочешь? Ну, чтобы в долю войти деньги нужны. А там дело пойдет, бизнес налажен. Валера, у меня теперь нет денег. Ты же знаешь. Ну, у мужа бывшего. Ну, а у этого-то? Откуда деньги возьмутся? Ну, если сильно захочет, найдет. А с какого перепуга он сильно захочет? Мам, пойдем со мной играть. Настя, не лезь, когда взрослые разговаривают. А есть кое-что, за что он отдаст все. Точнее, кое-кто. Настя. Настя. Имочка. Ну, представь только, заведем свой бизнес. Будем нормально жить. Поженився наконец-то. А ты все время только обещаешь. Клянусь. Сразу же пойдем в ЗАГС. Ведь я же тебя люблю. Ну, поговоришь со своим бывшим? Поговоришь? Хорошо? Продолжение следует... Тихо, ти, красавица. Че ты шумишь? Пусть не сидишь. Руки убери! Ты что, стурел, что ли? Чтоб тебя уже сегодня тут не было? Ты что, Ватос, из-за нее, на меня, своего друга, да? Не друг ты мне, пошел вон отсюда! Тебе помочь! Да не вопрос. Псих, блин. Псих, блин. Вы уж простите, что так получилось. Спасибо вам огромное. А у моего отца с этим местным очень много чего связано. Он здесь с мамой познакомился, влюбился с первого взгляда. Надо же, очень романтично. Да, романтично. Только все как-то очень быстро закончилось. Почему? Развелись. Потом отец сюда переехал. Построил гостиницу. Я к ним приезжаю. Пару раз в год. А вообще, в Москве с мамой жил. А у меня мама умерла, когда мне было десять лет. Болела долго. Вот. Единственное, что осталось. А ты надолго приехал? Да нет, так. На несколько дней. Я вообще в Москве учусь, в институте. Но здесь, кажется, задержусь. Учебу нельзя прогулять. На верстале. Тут у меня здесь, кажется, поважней. Так что, говоришь, вот это, его сынок? Ага. Может, сейчас? А? Давай, момент, приходи. Не вариант. Девка его крик поднимет. А ну, нам надо. Семь раз. Смотри, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, пять, шесть. Смотри, камень как сердечко. Дарю. Спасибо. Не понимаю, почему Олег вдруг взял и уехал? Ты случайно не знаешь? Нет. Может, у Вадима спросишь? У тебя же с ним роман. С чего ты взяла? Видела, как вы по пляжу гуляли, за ручки держались. Только дитя Кали не говори, ладно? Угу. Ладно. Угу. Идя Кали не знаю. Угу. 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 На юге. Угу. 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 Полин, подойди сюда. Я хочу с тобой поговорить. Да, тётя Галь. Поль, ну ты что, в Вадима влюбилась? Что? Оля всё-таки разболтала. Ой, да при чём тут Оля? Ты на себя посмотри. В последнее время не ходишь, а порхаешь. И он с тебя глаз не сводит. Ну а что здесь плохого? Ой, смотри, детка, ты ж мне как дочь, я переживаю за тебя. Он вскружит тебе голову и уедет. А ты потом плакать будешь. А вы не переживайте, тёсь Галь. Оля, Оля! Ой, здравствуйте. Полин, здравствуйте. А вы ведь вроде в станицу собирались. Так я могу подвезти? Спасибо, не надо, меня подвезут. Держи. В Москве, значит, живёте? Учитесь? Ну да, изучаю туризм, гостиничные дела. Хорошая специальность. Полезная. Квартира большая. Ну так. Пап, ну что ты со своими квартирами? Ну а что? Давайте чай пить. О, совсем забыл, Танька твоя подруга приходила. Приглашение понесла, где-то там в секретарию. Возьми, не забудь. Какое приглашение? Как какое? На свадьбу. Замуж уходит твоя подруга. Танька, замуж уходит. С ума сойти. Да, вот. За участкового. Ага. Ну а у вас-то? Серьёзно всё или так? Пап, ну что ты в своём деле? Ну я вот в вашу дочку с первого взгляда влюбился. Так что, если вы не против, прошу вас в её руки. Фу, как. Тут, тут, тут ничего, тут что-то покрепче надо. Пап. Чо, пап? Шучу я, шучу. Если серьёзно, ты у неё спрашивай. Пусть Поля сама решает. Так что, решай. Если ты поможешь начать нам бизнес, то я так и быть отдам тебе Настю. Ну да. С бизнесом у тебя должно получиться. Это почему ты так решил? Да, потому что ради него ты готова даже родную дочь продать. Да не хочешь, не надо. Но Настю ты больше никогда не увидишь. Подожди. Слышь меня? У меня нет такой суммы. Римма! Да хочешь, найдёшь. И срок тебе неделя. Рыбачок. Пап, я там деньги оставила в кухне на столе. Ну, вот зачем? Гипс на днях снимут. Я и работу нашёл. Вон, сторожем. Да когда ты ещё деньги получишь? Ну всё, пока. Хороший парень. Рад за тебя. Давай. Вот смотри, с гостишкой тема такая. Ну? Здесь у неё главный вход. А сбоку лесенка. Ясно. Народ вообще не ходит. Если вот сюда подъехать, то можно быстро, потихоньку. Смотри, кто пришёл. Здорово. Здорово. Привет. Вы работу предлагали? Ну? Так вот, мне деньги нужны. Срочно. Всем деньги нужны. Ну, предупреждаю о никакой мокрухе. Да расслабься ты. Какая мокруха? Ездельце одно прибыльное. Лошадкой поработаешь. Нужно перевезти груз. Из пункта А в пункт А. И всё. Что за груз? Очень ценный. За него обещано стоять. Да помолчи ты. Ему это знать не обязательно. Да? Спасибо за сегодняшний день. До завтра. Нет, я теперь тебя никуда не отпущу. Даже не надейся. А подружка-то в номере? Нет, у неё выходной. Ну, тогда чего мы ждём? Может? Вадим, я не могу. Почему? Я ж твоему пай понравился. А своему я завтра скажу, что мы женимся. Ну, я не могу так. Прости меня, пожалуйста. Ты не обиделся? Как скажешь. Но если я не доживу до утра, это будет на твоей совести. Я не смог дождаться до утра. Я не смог дождаться до утра. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Очень-очень. Я такая счастливая, как будто во сне. А что, если твой папа будет против? Главное, что мы с тобой всё решили. Угу. И мне кажется, это надо отметить. Сейчас. Что? Ты куда? Сейчас. Ты что, в таком виде по коридору пойдёшь? Там нет никого. А я за шаманским. Так. Добрый вечер. Что смотришь? В чём-то недоволен. Вы сказали, груз перевезти. А это тебе что? Тихо. Руль взял и поехал. Тихо. Помоги им. Не-не, я на такие дела не подписывался. Лежи, не дёргайся. Слышь ты. Ты же вроде говорил, тебе деньги нужны. Ну? Ну, тогда иди, сторожа этого пижона. А мы пока его несговорчивому отцу мультиматум предъявим. Понятно? Ключи давай. Ключи. Ключи. Не ори, не ори, я говорю, дай руки, руки дай! Я тебя у нас в гостинице видел. Молодец. Держи. На, быстро одевайся и вали отсюда. Вон сапоги стоят. Ну, я… Давай, дуй. Спасибо. 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 Сволочи. Вадик. Папа. Вадик, сынок. Сынок. А мне позвонили, сказали, что тебя похитили. Все так и было. Мне попался хороший человек, и он помог мне сбежать. Папа, ну я так не могу просто взять и уехать в Москву. Можешь. Тебе опасно, тебе опасно здесь оставаться. Мне с Полиной, с Полиной надо попрощаться. С какой же Полиной? Она у нас в горничной работа. Да ты на самолет опаздываешь. Садись, тебя отвезут. Пап, ну ты не понимаешь. Я люблю ее, она любит меня. Сынок. Я на ней женюсь. Я все понимаю, сынок, все понимаю. Молодость, море романчика. Я сам когда-то был таким. Давай. Пап, ну нас все серьезно, ну. Хорошо, сынок. Давай не будем сегодня спорить. Я, я ей, я ей все объясню. Я с ней поговорю. И если она тебя любит, она поймет. Поймет, что это для твоей же безопасности. А сейчас садись в машину и уезжай. Я прошу. Хорошо, пап, я уеду. Ну, я вернусь, хорошо? Все, стаканится, я вернусь. Хорошо, сынок, хорошо. Вернешься, конечно вернешься. Давай, давай, давай. И все. Пожалуйста. Спасибо большое. Направлю. Доброе утро, Тетягаин. Доброе утро. А вы Вадима не видели? Улетел твой Вадим. Как улетел? Куда? В Москву, куда ж еще? Вот только что сел. В такси и уехал, в аэропорт. Странно. А он ничего не просил мне передать? Нет. Как же так? А я предупреждала тебя, детка. Скружит голову и уедет. Это вы, Полина? Я. Можно вас на минутку? У меня к вам разговор. Пойдемте на улицу. Мне известно о ваших отношениях с моим сыном. Так что я хочу, чтобы у вас не было иллюзий. Каких иллюзий? Вадик легко увлекается. Быстро забывает обо всем на свете. Так что и вы забудьте о нем. Боюсь, я не смогу его забыть. А Вадик смог. Он уже летит в Москву. И сюда он больше не вернется. Я хорошо знаю своего сына. Он вернется в привычную для себя жизнь и даже не вспомнит о вас. Но мы собирались пожениться. Что это? Держите. Что это? Компенсация. Я решил сократить половину своего персонала, так что вы здесь больше не работаете. Спасибо. КОНЕЦ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Может, камина шею и буду, а? Сам сдохнет. А машину мы твою забираем, падаль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй, Михаил, как вы? Я... Я щас кого-нибудь позову. Щас, щас потерпите, немножко понибудь. Помогите! Кто-нибудь, помогите! Я отец того парня, которому вы помогли бежать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здрасте. Вы поставляли рыбу в наш ресторан. Я с бандитами дел не имею, поскольку вы с ними как-то связаны. Я расторгаю наш договор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Понимаю. Ну, что ж делать? Ну, скажите мне, ну, вы же, вы же нормальный человек. Ну, как вы оказались в этой шайке? Мне нужны были деньги. Чтобы выкупить собственную дочь. А ее, что, тоже похитили? Нет. За нее требуют выкуп ее мать. Иначе я никогда не увижу дочку. Да. Ну, что ж. Поскольку я ваш должник, я вам помогу. Сколько она хочет. Ну, ничего, ничего. Всякое бывает. Не плачь, дочка, не плачь. Ну? Ну, прекрати. Да знаешь, сколько у тебя парней будет? Во! Ты же у меня такая красавица. Нужны нам эти московские. Он тут ни при чем. Ты его, ты его отец. И да, отец заставил Вадика меня бросить. Да, да, да. Все они, все они хороши. Ну? Не плачь. Я рад, что ты вернулась. Снова, как прежде, живем с тобой вдвоем. Все забудется. Не смогу его забыть. Обеденный перерыв. Можно? Полина. Ой, Полина. Заходи. Проходи. Садись. Сейчас чайку попьем. Садись. Спасибо. Хотела спросить у тебя. А свадьба-то почему отменилась? Так получилось. Зоя Васильевна, мне работа очень нужна. Ну, медсестра у меня уже есть, ты же знаешь. Так, может, хоть санитаркой возьмете? А что, просто санитаркой пойдешь? Я на любую работу согласна. Поль, что там с тобой? Простите, что ты плохо стала. Ну-ну, возьми. Спасибо. Так возьмете санитаркой? Я тебя возьму, а ты в декрет уйдешь. В какой декрет? Сдается мне, беременная ты. Только не говорите никому, ладно? Ну, конечно, конечно. Нет, ну это просто за гранью. Тогда понятно, чем там Полинка занималась, а? Ее же наверняка поэтому из гостиницы и турнули, что она услуги постояльцем оказывала. О чем ты говоришь? Такие услуги. Какие, какие? А то непонятно, какие. Если она с пузом явилась, Полинка-то наша, а? Это ты про кого? А то вы не знаете. Что я не знаю? Про дочку про вашу. Ненормально, вся деревня знает, а он не знает, а? Полинка-то ваша с пузом вернулась из гостиницы. Ты че мелишь-то? А что? Ты че мелишь-то? Что вы слушаете? Ерунду-то всякую. Совесть надо иметь. Собрались, вы понимаете. Чтобы я не слышал этого, они... Впал бы их. Напугал вообще, а? Обалдеть, я в шоке. Пап, ты хлеб купил? Нет. Почему? Не было или не завезли? Не было. Ты чего? Это правда, Поля. Вся старица говорит, что ты беременная. Что ж ты бабки-то не сказала, а? Что мы теперь со всем этим делать будем, а, Поля? Ну что ты молчишь? Я не знаю. Что ж ты такое-то. Что нам теперь со всем этим делать? Ты что решила насчет ребенка? Не знаю, ничего не решила. А что я должна была решить? Возьми сама Вадиму, позвони. Скажи, что беременна. Куда я ему позвоню? Отец мне его телефон не даст. Здравствуйте. Здравствуйте. Тем более, если узнает про ребенка. Ну тогда только один вариант остается. Какой? Аборт. Полин, ну у тебя ведь даже работы нет. Зачем тебе такая абуза? Ты молода, еще выйдешь замуж. Ну и тогда и родишь. Вот что ты такое говоришь? Ты же моя подруга. А если Вадя приедет, что я ему скажу? Как я ему в глаза буду смотреть? Полин, давай честно. Не приедет он. Бросил он тебя. Никогда не приедет. Что мне теперь делать? Завтра же езжай в поликлинику. Поля, я тебе очень сочувствую. Ну правда, честное слово. Полина. Здравствуйте. Подвезти? Мне в город надо поликлинику. Так мы и тоже в город собирались. Надо только за Настю домой заехать. А чего, вы в поликлинику заболели? Нет, по делам. Ну, так поехали. Я вам, кстати, так спасибо и не сказал. Если бы вы меня тогда на берегу не нашли, все, кранты бы мне. Полина. Здравствуй, Настена. Ну как, ты больше не болеешь? Нет. Конечно, нет. Скажи, нам некогда болеть. Я не знаю. Ну, я вижу, у вас все хорошо. Дочка, со мной это самое главное. Поэтому у нас не просто все хорошо, а отлично. Да, Настенька? Угу. Дочка, послушай, я там кошелек на зеркале забыл. Принеси его, пожалуйста. И мы поедем сегодня в город сразу. Да? Хорошо. Давай. Вот, чтоб не говорили, а самое важное, вот оно. Все в жизни проходят, а дети остаются. И важнее этого ничего нет. Ну, правда, есть одна проблема. Да? Какая? Ну, я же с целью меняем по работе мотаюсь. А Настя подолгу одна остается. Я переживаю, как она тут без меня. Полин, может, вы согласитесь за Настей присматривать? Я, да ну что? А я вам платить буду. Да, не в деньгах дело. А в чем? Полин, ну, соглашайтесь. А знаете, а почему бы и нет? Я как раз работу ищу. Замечательно. Решено. Спасибо, дочка. Ну что? Поехали? А, я передумала. Вот я раз. Почему? Ой, в смысле, в поликлинику передумала ехать. Точно? Точно. Выезжайте, а я домой. Хорошо. Ну, с понедельника мы вас ждем. До понедельника. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова